О преступлениях и наказаниях говорили сотрудники прокуратуры. Правоохранители подвели итоги работы за полгода. В целом криминальная обстановка на территории городских округов Ликино-Дулёва и Орехово-Зуево улучшается. Однако есть больные вопросы. Один из таких – незаконный оборот наркотиков. Орехово-Зуево и Ликино-Дулёва – лидеры Московской области по части преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Увы, но на нашей территории действуют и нарколаборатории, и наркопритоны, и большая сеть дилеров, и так называемых закладчиков. Как результат – 190 преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Еще один вид преступлений, который также зачастую остается безнаказанным – это мошенничество. Злоумышленники придумывают новые схемы по отъему денег у доверчивых жителей. Так, группа лиц создала псевдоинститут народной медицины, сеансы в котором якобы вели экстрасенсы. Лечили дистанционно, по телефону и посредством видеосвязи. Данные лица входят в телефонный переговор с гражданами, входили к ним в доверие путем обмана. С использованием методов психологического воздействия вынуждали граждан заложенное проведение дистанционных целительных сеансов осуществлять денежные переводы. Под предлогом исцеления граждан нетрадиционными методами завладело средствами шести потерпевших на общую сумму 410 300 рублей. Судимые признали себя виновными полностью и в стадии предварительного следствия, и в ходе судебного следствия назначено наказание в виде реального лишения свободы. А по его срокам на три года, остальным осужденным на два года и шесть месяцев. Еще одно резонансное дело было возбуждено в отношении группы лиц, которые стали участником международного религиозного объединения, запрещенного в России, таблиги Джимаат. Свои встречи они проводили конспиративно на территории соборной мечети. На этих собраниях осуществлялась пропаганда идеологии этого объединения среди мусульман, проведение занятий по изучению идеологии и литературы этого объединения, а также выработка дальнейших планов деятельности объединения. И обвиняемым судом может быть назначено наказание до шести лет лишения свободы. Городская прокуратура работает и по обращениям граждан. Их спектр традиционно широкий. 75 нарушений было трудового законодательства, на нарушение жилищного законодательства 46 обращений, на нарушение в сфере ЖКХ 141 обращения, на нарушение земельного законодательства 35 обращений, на нарушение законов об исполнительной производстве 76 обращений. Больше всего жалоб по вопросам ЖКХ касалось отключения горячей воды на длительное время. Прокуратура следит за тем, чтобы жителям был сделан перерасчет. Также правоохранители рассказали о случаях выявления продажи и производства контрафактной алкогольной продукции, нарушении земельного законодательства, а также об участившихся в последние месяцы несчастных случаях с несовершеннолетними, произошедших из-за халатности родителей.